Украинский табак с российским дымком. Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, а также финансирования боевиков на Донбассе. Подозревают в махинациях крупнейшую табачную компанию Тедис Юкрейн, возглавляемую российским олигархом. Продолжит Александр Васильченко. Тедис Юкрейн. Компания «Монополист» на украинском рынке табачных изделий. Сегодня с утра во всех региональных центрах и отделениях предприятия остановлена работа. В помещениях проходят обыски. Это одесское отделение. Вход перекрыли сотрудники полиции. Я здесь не просто никого не выпускать, не выпускать. Табачную компанию, связанную с российским бизнесменом Игорем Кисаевым, подозревают в финансировании так называемых ЛНР и ДНР. Решением СНБО в 2012 году в отношении предпринимателя применили санкции и запретили выводить средства из Украины. По данным следствия, в течение последних двух лет «Монополист» через фиктивные фирмы в Россию вывел 2,5 миллиарда гривен. Также в ГПУ утверждают, что под влиянием Кисаева на ключевые должности в ТЭДИС назначены менеджеры, которые согласовывают все свои решения с членом правления директоров российского завода имени Дегтярева. Это одно из предприятий поставщиков пулеметов для боевиков на Донбассе. По данным следователей, фирма удерживала монопольное положение благодаря содействию антимонопольного комитета. Все началось в певно-восьмое, просто тогда там был такой дивный звонок, ну, умовно говоря, был звонок, сказали, что вы сейчас приедете, або будем ломать двери. Мы договорились, что мы приедем, будет все происходить в соответствии с законом. Антимонопольный комитет в ГПУ называют главным сообщником табачной кампании. В АМКУ с утра обыски. Все руководство отсутствует. Одни срочно уехали в командировки, другие ушли в отпуск. Общики продолжают. Сейчас проходят общики в кабинетах государственных уполноваженных. Это относится к справе по ТЕДИС. На подставе ухвала Печерского суду проходят общики сейчас. Все, получаются документы по этой справе абсолютно все. По словам Луценко, сегодня проводится около 100 обысков. Задействованы более тысячи силовиков. Генпрокурор считает, антимонопольный комитет не предпринимал никаких мер, а значит, способствовал монопольному положению компании. Кто еще сопоставил такой монополии, следствие установит. В том числе оценивает действия прошлого, тогдашнего руководства антимонопольного комитета. В связи с этим также идут сегодня выемки документов. После этого компания получила монопольное право на дистрибуцию для наших глядачей, по-людски кажучи, на продаж, послуги по продажу. Цегрог по всей Украине, все инши конкуренты были або минимизованы, або взагалі задавлены. Тем временем на сайте ТЕДИС-Юкрейн появился официальный ответ. Там заявляют, все обвинения в отношении компании не обоснованы, предприятие пополняет украинский бюджет, а в составе руководства россиян нет. По словам генпрокурора, топ-менеджмент ТЕДИС-Юкрейн не покинул территорию страны. Обвинения им еще не предъявили, как и руководству АМКУ. Александр Васильченко, Сергей Гелимник. Подробности телеканал Интер.